Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Скажу так, что за прошедшие сутки произошел скачок. Скачок, и я бы даже сказал, оперативного масштаба. Практически мы ликвидировали группировку российских войск на правом берегу. И на сегодняшний день, или на данный момент, на момент записи этого видео, в городе Херсон заканчивается зачистка города. И наши войска зачищают, остались отдельные очаги сопротивления арьергардных отрядов российской армии, которые прикрывали отход российских войск. Единственное, что на данный момент смущает, это то, что в очередной раз, я так понимаю, что российским войскам удалось уйти. Удалось, потому что 40-тысячная группировка, еще буквально неделю назад, мы апеллировали цифры в 40 тысяч, с тяжелой техникой и вооружением. Это были части и подразделения 22-го армейского корпуса береговой охраны, это крымский корпус 76-й воздушно-десантной дивизии, и соединение частей 49-й общевойсковой армии Российской Федерации. Они сегодня в 11 часов взорвали мосты, в том числе и Антоновские, и тем самым объявили о окончании планового выхода российских войск с правого берега. Тяжелой техники и большого количества личного состава мы на правом берегу, к сожалению, не застали. Сейчас идут окружения и добивания отдельных очагов сопротивления, еще раз повторюсь, арьергарда российских войск, который прикрывал отход основных сил. Ну а в остальном, да, правообережной группировки больше нету, и мы выходим, полностью вышли на правый берег Днепра. Силы обороны продолжают освобождать украинские земли. В ходе успешного наступления наших войск на Херсонском направлении 9 ноября было освобождено 12 населенных пунктов. Ну я уже не буду их перечислять, потому что сегодня уже 11 и на сегодняшний день вся правообережная Украина в Херсонской области освобождены. Наступательные действия в указанном направлении продолжаются, поэтому в связи с безопасностью работы официальное объявление результатов будет сделано позже. То есть, я так понимаю, Генеральный штаб готовит либо заявление, либо брифинг по ликвидации правообережной группировки российских войск. За прошедшие сутки подразделения Силы обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовская, Макеевка, Белогоровка в Луганской области, Веселая, Солидар, Бахмут, Андреевка, Опытная, Первомайская, Марьинка, Павловка в Донецкой области. Вот здесь, кстати, продолжается очень серьезное противостояние. Наши держат оборону, российские войска штурмуют наши позиции с утра до ночи. И вот та группировка, про которую я вам говорил, которая вышла с правого берега, на мой взгляд, первичное ее применение будет. Это переброска и усиление воздействия на наши войска на Донецком направлении. Им, как я еще неоднократно уже говорил, кровь из носа, им нужна здесь победа. Для того, чтобы нивелировать отход с правого берега и из города Херсон, это раз. Второе, это политическая задача со стороны Путина, захват Донецкой области. Третье, это личные амбиции Суровикина, показать, что он не только умеет принимать тяжелые, как он говорил, решения в плане, сложные решения, извините, в плане отвода войск из Херсона. Это было просто вопрос времени, когда бы они ушли из Херсона. Либо мы там добили бы эту группировку. Они решили ее сохранить. К сожалению, я так понимаю, они ее практически сохранили. Но и экономические, точнее, хозяйственные вопросы, наверное, так правильнее будет сказать, потому что им нужен водозабор, им нужен город Славянск. Так что мы можем сейчас увидеть все эти части подразделения именно на Донецком направлении. Я надеюсь, что наш генеральный штаб это все понимает. И мы тоже будем усиленно и ускоренно. Кто первый, кстати, да, очень хорошее соревнование теперь, кто первый перебросит резервы на Донецкое направление. Русские или мы. Началось очередное соревнование. Враг не прекращает обстрелы подразделений Силы Вороны вдоль всей линии фронта. Ведет воздушную разведку, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре, по домам гражданского населения, нарушению международного гуманитарного права, законов и обычаев войны. За последние сутки российские оккупанты нанесли один ракетный удар и 17 авиационных ударов. Нанесли почти, совершили порядка 100 огневых ударов из реактивных систем залпового огня. Ну, кстати, насколько я понимаю, имеется в виду ракетный удар, это, наверное, город Николаев, где ракета попала в жилой дом и там сейчас идут разбор завалов и есть уже убитые и раненые среди гражданского населения. От этих преступных действий пострадали около 20 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей. Далее пройдемся немного по направлениям и оперативным направлениям. И ситуация у нас на оперативных направлениях сложилась следующая. На Волынском и Полесском существенных изменений нет. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Республики Беларусь. По-прежнему сохраняется угроза нанесения врагом ракетных и авиационных ударов, в том числе ударными беспилотниками с территории и воздушного пространства Республики Беларусь. Но и другие направления подвергались огневому воздействию со стороны российских войск. Мы отвечали, практически на всех направлениях шли обмен авиарийскими ударами. На Бахмутском и Авдеевском направлениях мы отбивали атаки противника. На Купянском и Лиманском направлении мы потихоньку, медленно очень, но потихонечку продвигаемся в направлении Сватова и в направлении Кременной. Там идут тяжелые бои, но мы имеем успех и пытаемся его развивать. На Бахмутском и Авдеевском направлениях мы наоборот держим оборону. И у нас довольно тяжелое положение на этих направлениях в связи с постоянными атаками со стороны российских войск. Кстати, на Бахмутском направлении за последние сутки наша артиллерия нанесла неплохой огневой удар. И там с помощью контратаки наши войска отбросили российские на несколько километров. От тех позиций, на которых шли боевые действия. На Новопавловском направлении, в районе Углидара, там бои точатся в основном вокруг Павловки. И мы их немножко отбросили, они пытаются вернуть свое положение и выбить наши войска из этого населенного пункта. Там идут ожесточенные бои. Что касается Южнобургского направления, ну теперь я так понимаю, оно останется только в плане обстрела наших городов, находящихся на правом берегу реки Днепр. За прошедшие сутки Марганец и Никополь опять подверглись, и Мусиевка Днепропетровской области опять подверглись огневому воздействию со стороны российских войск. К сожалению, думаю, что Херсон может тоже стать в этот же список. Почему? Потому что теперь российская артиллерия с левого берега может доставать до города Херсон. Николаев зато уходит из этой когорты в том плане, что российская артиллерия, даже реактивная, теперь до Николаева доставать не будет. Только ракеты и ударные беспилотники. Вот такое вот изменение. Российские захватчики продолжают мародерствовать в населенных пунктах, из которых они отступают. То есть вместе с отходом российские войска вывозят все, что можно вывезти из населенных пунктов. Грабят дома, квартиры, оборудование снимают там, где могут. Враг также пытается максимально повредить линии электропередач и другие элементы транспортной и критической инфраструктуры Херсонской области. Ну, насколько сегодня известно из средств массовой информации, из открытой информации, что в Херсоне взорваны все котельные. В Херсоне уничтожен телецентр. В Херсоне взрывают, и в Херсонской области взрывают вышки мобильной связи. Кстати, сейчас там люди подъезжают к Антоновскому мосту, потому что там место, где хорошо ловит, ну, более-менее ловит мобильный телефон. А в самом городе и туда, вглубь области, там со связью вообще-то очень-очень туго. Надеемся, что наши службы теперь, как только закончится зачистка этих территорий, наши службы приступят к восстановлению коммуникации и связи в городе Херсония. Я так понимаю, в Херсоне еще предстоит огромная работа по разминированию города. Почему? Потому что враг минировал очень много. Мы помним сообщение о заваренных канализационных люках. Наверняка они тоже заминированы. И других объектах. И тут же вы не забывайте, что тут не только площадь надо будет разминировать, а надо будет еще осматривать здание. То есть, в высоту подниматься и поэтажно смотреть на... Поэтому я бы не спешил на месте гражданского населения, я бы не спешил возвращаться в Херсон. Именно в связи с тем, что там наверняка очень много оставлено мин ловушек и мин сюрпризов от российских войск. Далее, за прошедшие сутки авиация силы обороны нанесла 10 авиационных ударов по расположению российских войск. Были ударом подвержены 7 районов сосредоточения личного состава техники и вооружений, 3 позиции зенитно-ракетных систем противника. За прошедшие сутки силы обороны сбили вражеский вертолет К-52, а бойцы ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 склада боеприпасов, 5 объектов противовоздушной обороны и 2 других важных объекта российских оккупационных войск. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы увидим с вами результат такого стремительного продвижения наших войск в Херсонской области. Я имею ввиду разбитые колонны техники, захваченная техника, брошенная российскими оккупантами на позициях. Ну и соответственно, по идее, если там даже 20 тысяч, как нам сейчас упорно говорят об этой цифре, войск было на этом берегу, то сколько же тысяч мы взяли в плен. В результате такого стремительного продвижения. Или же мы продвигались и громили просто войска прикрытия, которые были на легкой технике, на легкой броне и в малом количестве. Теперь, что касается, ну еще о военных новостях. Министерство обороны, у нас бригадный генерал Алексей Громов, он начальник Главного оперативного управления Генерального штаба, на брифинге огласил недельные итоги по сбитию, точнее, да, по работе наших воздушных сил. В течение текущей недели противник выпустил 17 ракет и применил 50 беспилотников по территории Украины. Это имеется ввиду ударных беспилотников, не разведывательных. Из них было сбито 24% ракет, мы перехватили и сбили, и 64% беспилотников. То есть, беспилотников почти 2 третьих, а даже больше, а ракет, ну, к сожалению, 1 четверть. Но это ракеты были в основном от зенитного комплекса С-300, борьба с которыми у нас на сегодняшний день довольно проблематична. Из-за того, что они пускаются на малое расстояние, и из-за того, что у нас нет такого количества противоракетных систем, для того, чтобы разместить ее в прифронтовой полосе. Музыка 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 Музыка